привет я думаю что большинство работает над игрой не только один но и с коллегами какими-то допустим вам необходимо все одновременно делать да то есть вы хотите чтобы не перекидывать через яндекс диск google диск и так далее всякими нюансами проект вам необходима контроль версии если даже вы один работаете принципе контроль версии вам очень может помочь если вы изменили что-то неправильно либо удалили и так далее вы можете все это вернуть для этого самым простым методом повторяющую самым простым будет являться какой-нибудь github desktop то есть вы забиваете в поиске github desktop скачать и у вас первая ссылочка desktop github.com заходите скачиваете саму программу и делайте установку там все по как говорится накатанный да 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 и у вас появляется вот вот такая вот программа и здесь она у вас естественно будет по другому виду потому что если у вас добавлен какой-то уже репозиторий она нестандартного вида но там у вас будет небольшое окошечко постараясь найти изображение поставить сюда но если вы создаете какой-то проект допустим вы самого начала создаете проект вам необходимо подать либо локальную папочку либо сделать клон ну давайте начнем с локальной папочки либо нового репозитория нажимаем новый репозиторий этом самой программе вводим наименование давайте пусть будет escape какая-нибудь escape gta я не знаю пусть так будет называться выбирайте ту папочку где у вас будет храниться этот проект в данном случае у меня есть папочка у и темп то есть я здесь но и она название папочки будет escape gta вроде бы если я не ошибаюсь далее вы делаете инициализацию ридми ну там просто сделайте описание но чуть позже покажу и объясню гит игнор естественно так как вы работаете на анриле либо на юнити вот пожалуйста юнити сразу выскакивает давайте введем анриал инжен и все лицензию можете не выставлять никакую это не особо важно так как проект между вами находится и description это просто описание здесь вы пишете проект допустим тестовый для реализовывания механик на допустим создаете депозиторий этот давайте нажмем правой клавишей вот он здесь создал в программе шоуный спойлер посмотрим да он создал папочка escape gta и поместил сюда гид все значения и файл риме ну и далее вам необходимо сделать publish publish репозиторий то есть сделать публикацию репозитория здесь вы отмечаете лишь сделать его приватным либо общедоступным если галочка стоит приватный то для того чтобы все кто будут пользоваться либо те кто будет работать над этим проектом вам необходимо будет разрешить доступ для них сейчас я это тоже покажу делаем publish сейчас он качает получается на гитхаб давайте зайдем на гитхаб сделаем так репозиторий вот у меня 19 штук обновим да вот он escape gta приват видите здесь публичная здесь приват публик приват то есть с одной стороны вы за можете зайти на какую-то допустим публичную либо приватно и так далее так смотрите вот все что необходимо да и не целый комит то есть это комит когда вы отправляете этот гитхаб когда вы создали его когда вы нажали publish и он отправляет комит инициализирующий для того чтобы разрешить на приватном гитхабе каким-то людям допустим пользоваться вот здесь есть settings collaboration и это допустим people то есть вы пишете человека который должен будет вам помогать в этом проекте в данном случае я сейчас так давайте естественно вы пишете его имя и вот допустим вы разрешаете вот этому человеку использовать этот гитхаб ну и так далее то есть вам необходимо никнейм никнейм вот пишется здесь как раз таки человек вам должен сообщить все окей мы с этим разобрались теперь давайте создадим какой-нибудь проектик пусть будет это на 5 3 сейчас мы в эту папочку переместим этот проект но естественно из-за того что мы создали его изначально пустым но внедрили определенные структуру так скажем то что у нас используется анри ленджи и так далее но в данном случае нам придется сейчас копировать эти файлы иначе надо было по-другому немножко если у вас готовы уже проект и вы хотите его на репозиторе закинуть сейчас он у меня подгрузится так движок открылся и мы сейчас создаем допустим будет от третьего лица назовем это escape gta и здесь вы необходимые настроечки делаете выбираете папочку где будет находиться пусть это будет там потому что я сейчас оттуда вырежу вот так я сразу скопирую создаем крыть не люблю долгие инициализации движка который приходится приостанавливать видео вот мы создали некий проект допустим да по сути нажимаем сохранить то есть сейчас я открою ту папочку где это все находится вот escape gta то есть мы по сути берем и копируем необходимые нам файлы то есть можно закрыть даже проект делаем копировать открываем ту папку где мы создали вот вот этот вот эти github давайте нажимаем вставить он сюда копирует и смотрите у нас появляются те файлы которые мы только что вы добавили естественно вы для того чтобы отправить давайте это все мы прикроем это нам уже не особо нужно то есть чтобы отправить все это на сервер в данном случае у нас здесь пока ничего нету то есть мы добавили лишь только на версию отправки мы пишем комментарий для того чтобы отправить в данном случае вы описываете что вам необходимо пусть это будет допустим гид гид инсельзиш что-нибудь подобное но то есть и вы здесь желательно на английском писать можно и на русском но все-таки есть некие отклонения которых не стоит баловаться русским языком на английском так скажем сайте и на английской программе делаем комит и здесь у нас сейчас получается идет загрузка что мы внедряем все так он определил что мы должны отправить то есть он все образно понаставил на отправку и осталось лишь только лишь нажать папочка папочка page origin и мы отправляем то есть нажимаем отправку здесь у нас 316 файлов всего общая и они сейчас обрабатываются отправляются так достать сейчас дойдет по сути можем сделать перезагрузку на сайте пока еще нету отправки так как он и считывает и отправляет и у меня иногда подтупливает интернет тем более в последнее время сейчас подождем наконец-то мой интернет сообразил и теперь сделаем обновление на сайте так и все вот наш и project наш папочка контент наш папочка конфиг и вы можете поделиться с кем-то допустим данном данной ссылочкой естественный человек отправляйте эту ссылочку далее добавляете его через collaboration да то есть совместное использование этого человека и естественно он сможет уже зайти нормально то есть при таких условиях только лишь так давайте также есть нюансики допустим вы можете создать и здесь так давайте перейдем репозитории можете создать из сайта допустим вы пишете здесь пусть это будет та же самая штука только вторая версия то есть вот он говорит то что у вас уже нет такого вы можете это использовать здесь тоже самое вы пишете описание вашего проекта далее делаете его при публичным либо приватном допустим пусть он будет публичный добавляем ридми файл естественно создаете анрил энджин игнорирование да то есть определенная структура файлов лицензию естественно мы можем не выбирать делаем create репозиторий и у нас также создается репозиторий да то есть и как видите вот файл ридми здесь вы можете описывать вообще что это за проект что необходимо ему и так далее то есть все прописываете делайте комит апдейт ридми файла и записывайте так вот получается что у вас два комита и последнее то что это был так давайте сюда перейдем вот апдейт ридми м.д. то есть и пишется по сути кто делает комит но в данном случае здесь ничего не пропитал вот но прописывать вот она то есть вы можете эту ветку уже смотреть также есть еще добавление веток но это сейчас я объясню уже на программе представим что у вас в разработке несколько людей которые делают вы как главный пользователь так скажем создатели также вы можете создавать новые ветки допустим это будет ветка art человек который делает вам текстуры материалы еще что-нибудь я не знаю что-то подобное да вы создаете новую ветку создаете крит бранч делать и павлишь данного бранча и то есть если у вас человек будет заходить на ваш репозиторий он выбирает какую-то ветку допустим art создает уже какие-то действия делает давайте я ее открою зайду в проект создает какие-то действия но есть нюансы то есть вы этого не увидите даже если он обновит допустим вы находитесь в другой ветке у вас ветка программер какой-нибудь то есть вы программист еще что-нибудь подобное и когда вы создаете веточку вы можете выбрать либо у вас главная ветка либо арт но все здесь зависит да то есть если арт это делает какой-нибудь какой дизайнер модельер моделист и подобные персонажи то программист он должен тоже отслеживать другую веточку то есть у него будет своя пусть это будет начальная мэй то есть они не будут пересекаться и если мы нарисуем какую-то линию да допустим у нас будет вот линия вот линия мэй давайте буковка м естественно это у нас будет арт и далее у нас также будет веточка программер допустим но естественно нам необходимо какой-то момент обновлять эти то есть скрещать эти ветки вы можете конечно это делает на мэйн ветки но можно от мэйн ветки сделать какую-то отдельную веточку пусть это будет папочка мэрдж то есть веткой мэрдж где вы будете соединять из этих всех элементов допустим в эту папочку то есть в эту ветку так но давайте вот вы соединяете здесь точки соприкосновения на этой ветке создаете это конечно немножко сложно но как минимум я рекомендую вам тогда создавать мэйн ну и одну дополнительную ветку отдельную допустим просто 2 хотя бы вести но мэйн у вас будет являться главной когда вы уже реально завершите проект и вы туда все можете уже объединить как это сделать вот сейчас я выбрал мэрдж да вот у меня выбрана вкладочка марч давайте сначала на арт переключимся зайдем на наш проект мы закидаем сюда кубик какой-нибудь сделаем дополнительную на уровне что-нибудь сделаем сохранение зайдем вот у нас здесь появляется два файла хотя по сути это один в unreal engine 4 у вас появится только лишь ассет map да то есть и все больше ничего не по сути и не будет здесь так как это пятерка здесь локация подразделяется на несколько векторов так скажем отдельных и все вот это у нас появляется большом количестве делаем пусть будет комит арт называется то есть вы описываете здесь что вы делали делаем на ветке branch то есть арт да и если мы так если мы переключимся на ветку какой-нибудь мерч почему-то я ее не отправил видимо сейчас я вот ее я обновляю но здесь как видите нету тех изменений которые я ввел то есть бывает что необходимо делать марш веток допустим видите у нас 12 минут сделано было марш и джаз нау это вот только сейчас до веточка арт я делаю сейчас объединение веток то есть я перекидываю вот как я показал на рисунке arts вот она вот эта линия соединения с веточкой марш нажимаю крит делаю паближ ну и все по сути то есть я когда буду находиться в мердже да то есть допустим либо в программистской части я естественно ничего этого не увижу почему-то я тоже не отправил но в общем в программистской части если я вот сейчас зашел бы с другого аккаунта я бы ничего не увидел если я зашел бы с веточкой марш естественно мы все увидим потому что я уже объединил так бывает такие вещи как что-то вы нечаянно удалили сделали сохранение допустим закрыли проект и вы сейчас вспомнили что вы неправильно что-то удалили вы можете отменить изменения но вдруг вы все таки отправили до какое-то изменение пусть это будет map паблиш естественно и вы вдруг понимаете что вы что-то натворили и все другие пользователи говорят зачем ты удалил половины карты там еще что-то для этого есть история и вы можете откатить некие изменения то есть предыдущие допустим реверт change in комит то есть вы возвращаете arts давайте теперь зайдем так давайте снова откроем проект так я извиняюсь я не неправильно сделал да то есть я сделал реверт arts но надо было реверт map сделать то есть мы изменяем возвращаем те изменения которые создали на карте то есть вы нажимаете на map делаете реверт но естественно сейчас у нас на arts не будет тех белых кубиков которые я поставил из-за того что я уже отменил их так теперь мы давайте сейчас сделаем ответочка обратно реверт map и сейчас делаем отправку так что ты у нас так как реверт арт у нас были удалены к сожалению я не на то и сделал то есть у нас уже нижнего нету из-за того что мы возвратили обратно обратно мап но и к сожалению это я уже тоже пофиксил нечаянно так не ну можем конечно сделать откат некоторых изменений но я особо в эту структуру не внедрялся это одно из самых муторных потому что когда большом количестве пользователей работаете желательно каждому иметь во первых свою карту то есть вы когда создаете один проект у каждого пользователя допустим у одного будет алекс до 2 допустим пётр и все у вас будет раздельно желательно то есть у алекса будет своя карта свой уровень он естественно будет только работать в нем и все другие пусть он будет какие-то изменения делать другие не будет здесь ничего творить и естественно у всех остальных не будет проблем то есть тот кто делает уровень не будет страдать от тех людей которые вдруг нечаянно заходит на его карту что-то изменяют и и не нужно будет делать никаких откатов естественно другой делает какие-то блупринты и к нему тоже особо никто и не заходит но потом в какой-то момент вы объединяете все свои наработки допустим человек сделал карту человек сделал все механики и логики вы естественно все объединяете делаете марш уже либо в главную ветку либо в ту ветку которую вы являетесь второй основной веткой и у вас вот так вот все появляется так ну и во втором видео я расскажу вам о работе с большими файлами потому что гитхаб не работает с большими файлами большим количеством данных то есть если у вас проект такой небольшой большой небольшое количество моделей и так далее да то есть нету никаких там видео файлов звуковых файлов больших количеств то это подойдет но если это все-таки есть мы внедрием во втором во втором видео лпс систему которая будет именно загружать определенные файлы также для дальнейшего у каждого по сути должна находиться определенная папочка которым будет храниться то что надо будет отправлять на файл пояс я не друг папочку static пусть будет до контент алекс static и у естественно у петра допустим у него тоже есть какие-то модели либо анимации либо еще что-то он делает механики у него тоже должна быть папочка static и мы потом во втором видео это внедрим и огромная благодарность я хотел выразить вот этим людям которые меня поддерживают на бусти огромное спасибо в общем всем вам кто поддержал кто покупает посты кто дарит подписку выходящее видео они получает быстрее чем на ю тубе выходят ролики пишите в комментариях подписывайтесь на бусти пишите в комментариях на бусти возможно какие-то механики и тем кто там подписан я могу записать видео быстрее гораздо так что на этом я думаю все во втором видео мы продолжим всем спасибо и пока